В Гомеле республиканская молодежная акция «Беларусь помнит» начинается на аллее героев. Это действительно знаковое для гомельчан место. Еще до Великой Отечественной здесь хоронили героев борьбы с бандитизмом неспокойных 20-х годов. После окончания войны красноармейцев, погибших при освобождении города, несколько лет назад памятник реконструировали, переведя его в статус мемориального комплекса. Нынешняя молодежь помнит о своих героях, и марафон 75 еще одно тому подтверждение. В продолжение патриотической темы представление регионального полуднища «Беларусь помнит» с фамилиями уроженцев Гомельской области, героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Во время его создания активисты БРСМ не просто составляли списки, изучали биографии людей, которых можно без преувеличения назвать гордостью Беларуси. Итогом нашей акции, нашего марафона станет создание национального бомба памяти, «Родные лица Победы» и полотнище «Освобождение». Полотнище пронесут 3 июля во время праздничных мероприятий по проспекту независимости. И оно будет передано в Музей истории Великой Отечественной войны. Павел Шпетный из деревни «Кдень» Брагинского района, Алексей Терешков из деревни «Корма» Добуржского, Алексей Козлов из Лоева. На региональном полотнище «Беларусь помнит» 111 фамилий, в том числе гомельчан, героев Советского Союза, братьев Александра и Петра Лизюковых. В этом списке мог бы быть еще и Евгений Лизюков, также представленный к званию героя, однако не получивший этой награды. В гомеле о своих знаменитых земляках помнили всегда. Экспозиция краевической послевоенной, когда была сделана во дворце Паскевичей, в общем-то там уже были материалы, собранные о братьях Лизюковых. Собственно, в Советском Союзе было 12 семей, из которых вышло подвагивая Советского Союза. В честь братьев Лизюковых названа одна из гомельских улиц. В день празднования Дня независимости Беларуси в городе планируют открыть еще и памятник знаменитым землякам. Его установят на пересечении проспекта Победы и площади Победы. Заказ облсполкома выполнил известный гомельский скульптор Валерий Кондратенко. Тема Великой Отечественной для него не новая. Он автор мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион» в Светлогорском районе, памятных комплексов в городском поселке Лоев и деревне Чонки Гомельского района. Над проектом памятника скульптор работал с 2015 года. За это время было сделано пять вариантов. Областной музей военной славы предоставил находящиеся в его фондах фотографии братьев Лизюковых. Один проект это сделать для братьев Лизюковых. Это одно пространство. Победа – это другое пространство, другая архитектура. Так что было сделано, по-моему, четыре или пять вариантов. Open Air – фестиваль на открытом воздухе. Проводится везде, куда приезжают участники республиканского молодежного марафона «Беларусь помнит». Хотя в каждом городе он имеет свои особенности. В Гомеле студенты местных вузов и одновременно волонтеры движения «Доброе сердце» предлагают сделать открытку и отправить ее своим родным. Если в семье есть ветераны Великой Отечественной, им. Если нет, поздравить с Днем Независимости и Днем Победы мать, отца, дедушку или бабушку. Мы просто предлагаем сделать открытки, какие-нибудь пожелания, потому что это очень значимое событие для нас. И детки могут своим родителям подарить, бабушкам, дедушкам, если у них еще есть прабабушки и прадедушки, тоже им, ну, чтобы как-то порадовать людей. Мы предлагаем какие-то все возможные – цветную бумагу, картон, вышиванки, такие можно браслетик сделать. Программу марафона в Гомеле разрабатывали таким образом, чтобы интересно было всем участникам. Здесь и выставка военной техники, и экспозиция, посвященная солдатам минувших лет. Рядом викторина. Знаешь ли ты воинские звания? Какие погоны носили на своих плечах солдаты и офицеры Красной Армии? На этот вопрос правильно отвечает большинство участников игры. Принимают и маленькие взрослые, как правило, мужчины правильно отгадывают девушки, сомневаются, хотя у нас уже была девушка, которая за минуту разложила все звания без одной ошибки. Задача мобильной цифровой лаборатории – формирование национального альбома памяти. Беларусь помнит – родные лица победы. Вклад в его создание могут внести все желающие. Достаточно иметь при себе фото родственника участника войны и знать его биографические данные. Коды жизни, воинское звание, место службы – интересные факты из воинской жизни. Открытый диалог «Беларусь помнит» также проходит по всему маршруту марафона. Среди его задач – обмен опытом патриотической работы с молодежью. Непосредственно в Гомельской области в этом году запланировано открытие памятного знака жертвам фашизма в Лельчицах и проведение посвященного событиям Великой Отечественной межрайонного молодежного турслёта в Жлобине при одновременном продолжении мероприятий, уже успевших зарекомендовать себя с лучшей стороны. Например, исторических квестов. Мы понимаем, что нужно найти оптимальные точки соприкосновения с молодёжью, как донести эту информацию. Суть квестов такая, что они, проходя задания, посещают места боевой славы, которые находятся у них в районе. Потому что зачастую даже молодой человек, живя в том или ином районе, к сожалению, не все знают такие памятники или захоронения. Но благодаря этим квестам он посещает все их, и на каждом из них проводится возложение. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, Валерий Капанько. Новости недели.